Друзья, наконец дошли руки до того, чтобы сделать свои видео о том, что происходит на стримфесте. Мы решили сделать серию интервью рандомных с обычными рандомными посетителями. Вот, например, у нас один рандомный посетитель, который забежал на стримфест буквально на полчаса. Представься, пожалуйста, расскажи, что ты тут делаешь, как тебе вообще стримфест? Я сделал все уроки. Меня зовут Вениамин. Очень рад здесь присутствовать. Тем более рад видеть вас, Евгения. С Михаилом уже успел поздороваться. Действительно, атмосфера очень теплая. Такого дружеского капустника. Профессиональные стримеры сидят на сцене, отвечают на вопросы. Даже я успел один задать уже. Ну, я пока только-только пришел, пока еще не успел посмотреть все. Идет какая-то одна из частей конференции, как превратить троллей в донатеров. Ребята вещают. Молодцы. Тебе самому удавалось когда-нибудь превратить тролля в донатеров? На самом деле нет, потому что у меня нет монетизации на стримах. Только та, что позволяет сделать площадку GoodGame.ru. То есть низкий поклон вам за то, что сделали эту опцию. Это действительно полезно. Это полезно в качестве и поддержки стримера, и поддержки платформы. Потому что, как известно, сервера из воздуха не берутся. Зарплата людей тоже не берется. Поэтому вы большие молодцы. Я не собираюсь вводить никакие иные методы монетизации, кроме как только плеер GoodGame. Все очень любят твои репортажи. И стримы, естественно, обожают. Но репортажи это прям вообще отдельный респект. Какой следующий репортаж ты планируешь сделать? Мы будем очень ждать. Хотел поехать в этом году на Старкон, как всегда в Питере. Но, к сожалению, не получилось по времени, потому что совпало с отпуском. Прошлый отпуск я потратил на третий Dark Souls. Не успел все закрыть, потому что, опять же, две недели, первый уровень. Сложная позиция. К сожалению, пришлось отказаться. Вроде как, насколько я знаю, организатор Женя Юзверк. Ему большое спасибо. Он постоянный зритель всех стримеров GoodGame. Он будет сам стримить на GoodGame. Должен был связаться с Мишей. Вроде как они будут освещать это в рамках прямой трансляции со Старкона. Поэтому фестиваль все больше становится каждым годом. Посмотрим. Вообще, конечно, хотелось бы играми расцветить, как всегда. Если получится. Вроде там отпуск взял. Может быть. Сколько у тебя отпуска? Отпусков у меня, как у обычного человека, работающего на 40-часовой рабочей неделе. Это 28 дней плюс 3 дня, потому что ненормированный рабочий день. Я иногда, бывает, на работе задерживаюсь до часа, до двух ночи. Ну, такое бывает. Редко, правда, но бывает. Она в начале августа у тебя. Отпуск, получается, не удастся взять и приехать в Белго. Там же были выходные запланированные. Там же были запланированные выходные. Как раз эти 3 дня я хочу попробовать взять туда. Потому что ненормированный рабочий день дает мне возможность 3 дня сделать. Я хотел бы попробовать. Пока, правда, не согласовывал, но попробую. Потому что сейчас в компании такой период становления. Как бы опять там у нас перетряхает штатку. Поэтому я очень постараюсь. Потому что хочу всех увидеть. Все очень круто, приятно. Я выпал из обоймы, к сожалению, стримерства. Но на портале я стабильно раз в неделю. Да, все соскучились по твоим стримам. Какую игру следующую ты будешь стримить, показывать? Когда? Это либо Souls-like, это Bloodborne, потому что аддон пока еще не пройден. Людвиг дался нелегко. Dark Souls тоже отнял время. И сейчас это, наверное, Metal Gear Solid пятый. Тоже очень интересная игра. Я стримил все части с погружением. Игра действительно достойная. Пятая часть мне понравилась. Хотя очень много нареканий от ребят. Пока не понял, почему. Надо разобраться. Но ругают, ругают игру. Пока не понял, почему. Надо посмотреть самому, пока не успел поиграть еще. Ты предварительно играешь, прежде чем начать игру стримить? Или просто по отзывам выбираешь и вперед? Нет, я не играю никогда. Я играю только на стрим. Единственная игра, которую я играю не на стрим, так чтобы отдохнуть по вечерам, это, наверное, только Destiny. И все. И то, как бы, к Destiny идет большой аддон. Rise of Iron. Соответственно, это сентябрь. Вот, поэтому его тоже будем освещать. Будем показывать обязательно. Игра достаточно интересная. Но это такая тяжелая для России дисциплина. Это консольный шутер. Но консольный шутер от Bungie, они всегда их очень любят. Потому что, ну, игра действительно очень крутая. Она атмосферная. Про космос, sci-fi, Guardian, Oryx. Все очень круто. Поэтому. У многих стримеров есть своя фишка. Помимо игры, они что-нибудь на стриме показывают. Кто-то котиков показывает, кто-то жену. Ты не думаешь себе какую-нибудь такую фишку завести, кого-нибудь показывать периодически? Я, как бы, сейчас, сейчас, с прошлого года, с прошлого года я женат. Да. На прекрасной, на прекрасной женщине. Вот. Но она, скорее, негативно относится к тому, что я делаю. Потому что это, как бы, ну, опять же, внимание уделяю не ей. Поэтому я стараюсь как-то балансировать между семьей и стримами, и работой. Это очень сложно, на самом деле. Реально сложно. Вот. Поэтому, не знаю. Пока не решил. Пока не решил. Сложно, Женя. Очень сложно. Спасибо тебе большое за интервью. И, в заключении, скажи несколько слов там с троллем, донатером, подписчиком. Я считаю, что на Good Game нету троллей, на самом деле. Потому что Good Game – это хорошие эмоции. Этот портал, который делался, может быть, когда-то на коленке, но сейчас это номер один стрим-сервис России. Поэтому обязательно, ребят, приходите на Good Game, смотрите стримеров. Побольше стримеров Good Game, у хороших и разных. Всегда буду продвигать. Даже, скажем так, с части маркетинга. Вот с Билайном получилось. Попробуй сейчас с МТС, потому что работаю в МТС. Попробуй что-нибудь придумать.